Доброе утро, почтенная публика! Сегодня мы с вами поговорим о прекрасном. Иногда необходимо напоминать об этом в первую очередь себе, о том, что есть нечто в мире, что напоминает о большем. Большим, чем мы видим вокруг себя. Единственное, что хотел бы заметить в связи с этим, то, что часто прекрасно дается нам в обмен на что-то ужасное. Как в прошлой нашей беседе, в текстовом комментарии я упомянул о том, что прекрасные дары детям Каина, судя по тому, что написано в Писании Ветхого Завета, имеется в виду книга бытия, были даны в обмен на человеческое жертвоприношение. Не в качестве награды, может быть, а в качестве некого утешения, некоторой компенсации того ужаса, который поселился в сознании несчастного брата, совершившего это злодейство. Как мы видим в книге бытия, дети его были одарены с лихвой. Кто-то из них занимался обработкой металлов, кто-то занимался творением музыки, кто-то прекрасно, обладая гармоничным восприятием, танцевал. И через то обладал некоторым преимуществом. Среди прочих. Кто-то из его родственников сделал оружие и так далее. Возможно, возможно, Писание повествует об этом в общих чертах. Проще говоря, эти сведения вполне согласуются с той теорией, которая изложена в учебниках по биологии. Когда-то люди научились обрабатывать металлы, бронза, медь, золото, железо, научились ковать их, произвели орудия. Когда-то люди изобрели оружие, когда-то люди прикоснулись к искусству, к той гармонии, которая скрыта от них и лишь только усилиями. Одиночек это искусство продекает из иного мира в наш мир. Из мира гармонии. Я опять обращусь к примеру, который смог сформулировать Платон, да, пещера идей. В ней идеи находятся в неактивном состоянии, потому что они лишены воплощения. Но благодаря тому, кто сможет войти в эту пещеру и вынести их, происходит чудо. Происходит воплощение гармонии в этом мире. Это весьма наглядно изображено сказание о Аладине. Только чистый может войти в эту пещеру и взять то, что не могут взять другие. Та самая лампа, свет от которой есть познание добра и зла. Тот, кто лишен жажды наживы, кого не коснулась вот эта скверна, только тот может вывести плоды и раздать их прочим. Именно поэтому среди древних богов был только один Прометей. Чистый, кто явил собой воплощение подобного отношения к предмету непостижимому. дар дар с небес дал людям, чтобы они не пропали в пустоте своих дней. но, как мы видим, у Кай на другой путь. Вход в пещеру он получил благодаря тому, что принес брата своего в жертву. убийство открыло ему эти двери, потому как, судя по всему, брат был в них вхож. А нет, брат, теперь на тебя ложится эта ножа. Иногда я наблюдаю, как то, что не сделал один человек в своей жизни, хотя, возможно, был обязан это сделать, делает другой человек по сечению обстоятельств. Просто потому, что, как говорили древние, природа не терпит пустоты. Я сегодня вернулся из больницы и удивительным образом, да, уже пять раз за пять месяцев я нахожусь в лечебном учреждении. Вот жизнь ждала все эти годы, все десятилетия, оберегая меня от отношений с миром медицины, которому я причастен. А вот теперь она сполна платит по некоторым тайным счетам. да, раздражает, как бы сказать, недееспособность некоторая, да, вся эта излишняя напряженность в суставах, сухожилиях, мышцах, спазмированность, которая откликается болью при движениях. Но ничего не поделаешь. Зима, время затихся, и собственно говоря, я сам приучаю себя к некоторой адаптации в новом состоянии. Человек вообще существо уникальное в этом отношении. Он способен адаптироваться. Утром у меня был гость, и мы с ним говорим как раз о дарах, о одаренных людях, и о том, что с ними происходит. Не так давно на Авито я раздобыл блок дисков аквариума. Посмотрите, какое чудное сокровище, какое чудное состояние. это редкость, конечно. Дело в том, что среди любителей музыки такие вещи ценятся, потому как это полное собрание с 81-го по 2013-й год всех выходивших и упускавшихся записей. И можно проследить жизненный путь, можно проследить то, что случилось с тем, кто вошел некогда в эту пещеру. его искания, его приоритеты. Иногда он говорил о чем-то абстрактом, а иногда был беспощадно правдив. но, судя по всему, всегда оставался собой. Вот у нас вышла беседа с гостем относительно наследия Горебенщикова. Почему сейчас он стал петь иначе? Как он сказал мне, если бы Горебенщиков не стал петь о Вавилоне в такой антагнистической манере, то он бы остался как бы самим собой, тем, которого мы помним и знаем. А я полагаю, что всякому мастеру приходит время стареть, и он ищет понимание, а может быть даже опоры в тех, кто могут, в тех, кто пойдет дальше. И он старается найти то, что им близко, и воплотить это он может. Вавилон не такая плохая страница в истории человечества. Если мы посмотрим, внешне Советский Союз, да, походил на Вавилон. Некоторые объединения людей, объединенных какой-то идеей. Да, они совершили преступления, можно и так сказать, потому что новый чудный мир строился на трупах и кровавых жертвоприношениях. Многие из них не были причастны к этому, но пользовались наследием того, что произошло. Увы, увы, никуда не деться от этого, да. Есть такое понятие юридически добросовестной выгоды приобретателя. С одной стороны, ты вроде не причастен к тому, что произошло, а с другой стороны, пользуешься плодами преступления. И вот целую страну ввергли в этот ритуальный кошмар. Да, уже сами творцы и совершители ритуалов давно покоятся в безвестных могилах. Некоторые в известных, конечно. Когда-то на Данском кладбище я нашел общую могилу, в которой покоился и маршал Тухачевский. И покоились жертвы режима. И вот я спросил у человека, который присматривался за этим кладбищем, говорю, а что это за такая братская могила. Он говорит, эта могила не братская, здесь братьев нет. Дело в том, что когда-то мой дед служил у маршала Тухачевского. И для меня эта встреча была несколько знаковой. Несколько знаковой, потому как я размышлял об этом накануне. И вот на тебе случайная встреча. В этой могиле братьев нет. Здесь и жертвы, и палачи, и прах их сотен, а может быть тысяч, а может быть и более того, смешан воедино в этом ритуальном объятии. мы построили новый мир, но построили его как Каин, ритуально принесший брата своего в жертву. и потому мы получили то, что получили. Для меня Вавилон не является чем-то отрицательным в истории человечества. Это всего лишь попытка людей объединиться. Это некий эксперимент. Людям всю историю свойственно было искать объединение, да просто потому, что так можно было выжить. Так теплее, так сытнее, так возможно сделать что-то сообща. Я вижу в этом умную работу тех существ, которые находятся за пределами этого мира. некие эксперименты, которые они ставят над человечеством, воплощаются и, возможно, там делают глубокие выводы относительно того, на что человечество способно. И вот Вавилон это одна из страниц в этой книге экспериментов. Поэтому я полагаю, писание стоит рассматривать именно с точки зрения совершения подобных экспериментов над человечеством. когда-то люди были разрознены и их преимущество друг над другом как раз заключалось в обработке металлов или обладании оружием или умением обаять прекрасным ювелирные изделия, танцы, что-то еще, да, некое превосходство, борьба за власть, попытка стать царем горы. Это осталось и до сих пор. Поиск превосходства над прочими, чтобы подчинить их себе. Возможно, там, в эту сторону мира, тоже есть некая клановость или некая борьба за преимущество, за превосходство над человеческим родом. И дары, соответственно, подаются не всем. Но что бы я хотел сказать по поводу того, вопрос, который мы затронули. иногда даже общепризнан гением свойственно искать весьма можно сказать неблаговидных вещей. Поиск денег чаще всего заставляет их работать в направлении максимально понятном публике. Совершать те открытия, которые в принципе они бы не совершили, если бы не были понуждаемы обстоятельствами к тому, чтобы за свой талант получать деньги. И поэтому, возможно, с некоторых пор действительно Гребенщиков стал более массовым, может быть, даже более попсовым, более понятным публике. И возможно, причина кроется именно в этом. Ведь, как известно, и многие это утверждают, сами деньги пришли с Вавилона. Бабло, Бабелу, Бабелон, город, Бабелу, город, Балу, город, Ваала, всемирного владыки. И когда Гребенщиков поет, пошел вон Вавилон, это ну, как бы придает его произведениям массовость, возможность воздействовать на настроение масс. как он назвал и тогда, но свой цикл песен подношение интересному времени. Ведь подношение приносится не просто так. Они даются обычно богам в надежде на их милость. сейчас я поставлю пластинку на свой уже излюбленный стейбл плеттер, да, изобретение пионера, привод, который является одним из совершенных творений, да, есть привод фирмы Тик или Тяк, точнее, есть привод так называемый ВРДС, да, привод, в котором фактически преодолены все паразитные вибрации, влияющие на конечный поток битов. также у пионера свой стейбл плеттер, да, его особенность в том, что он требует загрузки диска вверх ногами, зеркальной стороной вверх, но благодаря этому есть один существенный плюс, головка не нуждается в чистке, на нее не садится пыль, на лазерную головку, есть привод фикс пикап от Sony, тоже известная вещь, заключающая в том, что головка стоит неподвижно, а диск как раз перемещается по определенной траектории. У каждой фирмы есть свое некое ноу-хау, да, поэтому есть поклонники одного типа, другого типа, третьего типа, четвертого типа, да, суть не в этом, суть в том, что получается ли гармония, да, дает ли звуковой тракт ощущение полноты музыки в той информации, которую ты получаешь. Иногда это очень заметно, и люди чувствуют, что тракт звучит музыкально, иногда совсем незаметно. Сейчас я поставлю пластиночку, потому что, я полагаю, нам стоит дополнить прекрасно нашу с вами беседу. что же нам поставить? Наверное, что-то из творчества последних лет, да, поставим 2011 год, альбом Архангельск. стейблплэттер привод уехал внутрь, стейблплэттер его проглотил, и теперь мы поставим песню, чтобы музыкой встретить наступающий день. Посмотрите. Горьбищков мудр, и мы держались так долго, как только могли. Красив в своих определениях. Но туда и сюда напрочь забыли и плод. И теперь мы скользим не касаясь земли. И бьемся в стену, хотя с рождения мы знали, где вход. в стену, но тяжелое время сомнений пришло и ушло. Руга слабы сгорела, и пепел рассыпан из снежь. Мы и дому, кто держит по слову. Сообщите, что дальний успех уже слышит нас и в пепел и в пепел так вот о Вавилоне. Вавилон есть всего лишь продолжение развития социума. СОСОМА 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 Когда-то людям было свойственно Объединяться в маленькие группки Семьи Племена Роды Народы Пришло время империй Возник Великий Вавилон А развалился он, судя по всему, не потому что Какие-то новые языки возникли в процессе строительства Ни в коем случае Развалился он потому, что каждый стал тянуть одеяло на себя Что, кстати, произошло и с Советским Союзом Он не так далеко Он за эту руку пропустил Он не расстрижается ничьей судьбой Просто да И он понимается все Происходит Словно само собой Да передайте всем тем, кто был выкнут тупой Что нет смысла скрывать больше тупость и жадность и смесь И без смысл и одна Тюй, штук-тюк Отдавая успех Субтитры создавал DimaTorzok И даже если нам всем согреться в глухую тюрьму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И как бы ни был прекрасен Эксперимент по Объединили людей Какими-то Сверхпринципами Высокими И очень высокими Есть то, что Разрушает Подобные Объединения И Вавилон Развалился, когда стали Тянуть ел на себя И Советский Союз Спустя несколько тысяч лет Также Развалился И когда-то Египет Состоящий из сорока с лишним провинций Тоже Развалился Почему Ответ на Этот вопрос Скрыт от нас Я полагаю То, что происходит Да, накануне развала Это симптомы А суть 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 скрыта от нас Кто здесь Тайный Выгодоприобретатель И Что за механизм Мешает ему Воспользоваться Выгодой Мы не знаем Мы пытаемся Объяснить все Слишком Прагматично Слишком Просто Людям свойственно Я бы сказал Давать примитивные ответы На глубокие вопросы Потому что Единственным ответом На все вопросы Является жизнь Человека На самом деле Того самого человека Которого Часто Ни во что Ставят Существа Которые Находятся По ту сторону Нашего С вами Бытия Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok